Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана. Сегодня мы поговорим о заработке в ТикТоке. Да-да, действительно, в ТикТоке можно зарабатывать. Вот на этих красивых видео, которые мы смотрим с нашего телефона, с компьютера, вот эти залипательные штучки, люди на них действительно зарабатывают. А как правило, тут идут обычные самодельные видео, какая-то реклама товаров, собачки, животные, и еще много-много всяких штучек прикольных. И если мы зайдем с вами в профиле пользователей, то мы увидим, что они что-то продают. Так, ну вот почему-то страница сейчас недоступна, хотя еще недавно она работала. Люди что-то продают в своих профилях и дают ссылки при переводе в свой сайт. Так, давайте посмотрим. У этого пользователя 1-2 миллиона подписчиков, и ссылка дается на Инстаграм. То есть человек записывает какие-то видео, различные свои танцы, и при этом дает ссылку на свой профиль, на котором что-то должен продать. Вот есть еще вот эти профили. Давайте тоже посмотрим, что здесь происходит. Так, давайте посмотрим. Вот, тоже человек рассказывает о своей жизни, о своих путешествиях, о том, где он что-то где-то отдыхал, как-то еще что-то проходит его жизнь, и после этого в конце дает ссылку на свой, соответственно, профиль в Инстаграме. Вот, видите, переходим, можно попасть в Инстаграм и переписываться с пользователем, и он нам попытается что-то продать. То есть на этом действительно можно зарабатывать. Вот, видите, профиль. То есть люди путешествуют, танцуют, ходят по магазинам и размещают в том числе рекламу. Дальше, следующий профиль, давайте посмотрим. Он тоже в ТикТоке, дает людям зарабатывать. Разумеется, не все профили продающие. Есть профили, которые просто для развлечения созданы. Но конкретно в этом продается, соответственно, у человека курс по, соответственно, работе и заработку в ТикТоке. Вот, смотрите. Если мы перейдем туда, человек что-то продает нам, ссылка ведет на определенный сайт. Соответственно, вы можете делать точно так же, что-то продавать свои товары партнеркам и так далее, и так далее. То есть вот обычные простенькие видео, которые набирают по несколько миллионов просмотров. Соответственно, вы можете тоже брать с человека пример. Так, давайте попробуем этот профиль. Так, он сейчас меня не пускает, просит обновить. Ну, хорошо, не буду пока этого делать. Просто я вам объяснила вот эту суть. Сколько вы можете заработать с ТикТоке? Вы будете снимать один ролик в месяц, то вы можете, к примеру, зарабатывать 350 рублей видеоролика. При должном, умении, старании, зависимости от того, сколько ролик наберет. Давайте посмотрим, сколько можно заработать. Сделать 7 роликов. Это будет порядка 2450 рублей, да? Дальше, что у нас есть еще? Так, я пока отключу звук. Так, дальше, вот здесь. Если мы используем вариант 17, соответственно, роликов, то можно 5,950, да? Есть вариант 32, 11, 200. Есть вариант, к примеру, 15,444 роликов. И, допустим, 60 роликов, 21,000. Соответственно, вы можете за месяц снимать, к примеру, 60 роликов, в день по 2 ролика. В реальности вы сможете снимать намного больше роликов, потому что ролики ТикТок обычно короткие, там, до минуты, минуты, 15 секунд. То есть вы можете сделать то же самое. Как это можно делать? Есть такой интересный курс, называется «Как заставить ТикТок 10 тысяч рублей в месяц». И, соответственно, с помощью роликов своих вы можете зарабатывать. Этот курс кому подойдет? Давайте я вам покажу подробнее. То есть он подойдет новичку. То есть если вы хотите зарабатывать свои первые деньги в интернете, то, пожалуйста, ТикТок – это вот та самая, которая вам подойдет, где вам покажут, подскажут уюток, как работать с площадкой ТикТок. Бизнесмену, если, допустим, человек продает какие-то свои товары и услуги, то вы тоже можете использовать этот материал. Также, если вы, допустим, работаете по партнерке, вы можете продавать партнерские товары. Далее, блогеру. Если YouTube тебе не позволяет раскрыть, а ТикТок – это то, что тебе нужно. То есть ты можешь тоже из этого зарабатывать. Что у нас внутри находится? Давайте посмотрим. Список уроков. Урок первый – это все про ТикТок за 15 минут. То есть вы узнаете за 15 минут все-все-все интересные моменты, основные фишечки по заработку, основным принципам и прочим секретам работы с ТикТоком. Также, следующий урок – это как получить с ТикТоком много денег. Дело в том, что существуют определенные схемы, чтобы получать с ТикТоком действительно много денег, а не при копейке. И, соответственно, каждый ваш ролик может попадать в цель, но не по крайней мере большая его часть. Следующая вещь – это алгоритмы ТикТока, потому что ТикТок существует для действий по определенным логарифмам, и, соответственно, чтобы попасть в тренд, чтобы зарабатывать, вам нужно будет следовать этим логарифмам. Дальше есть такая вещь, как вид бана в ТикТоке, потому что ТикТок использует различные баны в отношении пользователей, и чтобы под них не попасть, вам тоже нужно будет изучить эту информацию. Дальше еще интересная вещь – это что же снимать, чтобы набирать подписчиков, то есть какие темы подбирать, какие видео и вообще на какую аудиторию снимать. Дальше три ниши рабочих ТикТок, которые позволяют вам зарабатывать, потому что далеко не все ниши выстреливают, и для того, чтобы не снимать футату, для того, чтобы у вас ролики окупались, вам нужно это тоже знать. Как правильно перерезавать ролики? Дело в том, что ролики иногда перерезаливают, и для того, чтобы вы не можете подсчитать этот ТикТок. Далее, как разогнать ролик после публикации? Некоторые ролики сразу не начинают нормально показываться пользователям, поэтому их, возможно, стоит разогнать. Поэтому эта информация вам тоже дана в данном видеокурсе. Далее, есть такая вещь, как слабый набор просмотров, то есть иногда ролики почему-то упорно не желают набирать, и, соответственно, о том, что же делать в данной ситуации, вы узнаете из данного урока. Дальше. Следующий урок – это как грамотно настроить аккаунт в ТикТок, чтобы он приносил вам деньги. Да, действительно, в ТикТоке стоит грамотно настроить аккаунт, потому что если он у вас настроен плохо, он не продающий, то, соответственно, вы с него ничего не зарабатываете. Далее, кто твоя аудитория? Дело в том, что каждый блогер под себя в ТикТоке имеет свою аудиторию. Соответственно, для того, чтобы ее узнать, вам стоит посмотреть этот урок. Дальше. Чем-то вих записи, что с ним делать. В ТикТоке, когда вы записываете видео, создают учебные вих записи, и, соответственно, есть много интересных фишек, которые позволят вам с ним работать и выпускать свои видео. Далее. Хорошо и плохо. То есть что такое в ТикТоке хорошо, что такое в ТикТоке плохо, это тоже вы узнаете вот в этом конкретном уроке. Дальше. Монтаж. Монтаж за одну минуту. Видео вам иногда придется монтировать. И для того, чтобы не тратить много времени на монтаж, посвящен конкретно именно этому этот урок. То есть монтаж за одну минуту. Далее. Следующая. Двигаем социальные сети. С помощью ТикТоков. Здесь есть тоже что-то показывают. Прикольное, интересное, в общем-то. Так, ну здесь не подгрузилось. То есть люди снимают разные видео в ТикТок. Самые-самые разные. И вы можете, соответственно, делать так же. Давайте еще посмотрим. ТикТок. Подгружается. Видите, видео совсем простые. Кто-то снимает себя, кто-то снимает глаза. Кто-то телефон рекламирует. Вот тут интересные истории люди рассказывают. Какие-то интересные истории рассказывают люди. То есть кто-то танцует. Кто-то что-то рекламирует. Все это вы тоже можете сделать. Обратите внимание, что съемки довольно-таки простые. Чаще всего не замороченные. Животных кто-то снимает. Видите, животное на роликах. Кто-то снимает еще про телефоны интересную информацию. Вот. Тут даже больше.